друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте оставить лайки в последние дни мы очень много говорим об американском долларе с позиции того как на его курсе могут отразиться новые меры экономического стимулирования в сша я надеюсь друзья то что эта тема вам уже предельно ясна и понятна потому что я уделил достаточно внимания разного рода аргументам которые влияют на то что с долларом может произойти под закрытие двадцатого года и уже в 2021 году снова разумеется мы все-таки будем возвращаться к дальнейшим перспективам доллара чуть позже сегодня друзья я хочу обратить ваше внимание на то что пока мы пытаемся обозначить возможность входа для ряда инструментов там на фигуру может быть чуть больше до конца этого года перед нашими глазами буквально находится еще один актив который может быть всем многими сейчас недооценивать но я думаю что на него нужно обратить пристальное внимание речь идет о курсе российской валюты которая в моменте очень сильно проседает против своих основных валютных оппонентов это доллара и европейской валюты если говорить об актуальных котировках сейчас доллар рубль котируется на отметке 75 89 буквально несколько дней назад многие отмечали что рубль точно протестирует пара доллар рубль поддержку 70 и может быть даже кажется ниже сейчас рубль оказался заложником целого ряда фундаментальных факторов и обстоятельств и много раз когда мне доводилось комментировать перспективы рубля я обращал ваше внимание что до конца этого года скорее всего рубль столкнется с серьезной продолжительной серии таких агрессивных распродаж сегодня мы можем сделать акцент на то что рубль сейчас прессует именно санкционные риски как вы помните очень актуальны и знаете а сейчас тема обвинения причастности россии к хакерской атаке на госучреждения в сша якобы найденный российский след стал мотивацией для запада касательно установления новых секторальных и финансово-экономических санкций не так давно буквально несколько дней назад 103 российские предприятия оказались и под санкции речь идет о растехе туполеве рособорон о проме сухом вертолетах россии я думаю друзья что это только начало приход в власти демократов это в принципе уже реализовавшийся серьезный на санкционный риск для российской экономики потому что даже во времена трампа мы помним воинственную позицию демократов касательно российской экономики поскольку демократы всегда на при любой удобной возможности призывали на республиканцев усилить как раз вот это экономическое давление на рф будут ли демократы придерживаться такой политики и такого подхода и тактики при байдене я думаю что да поэтому я бы предлагал заранее друзья если вы интересуетесь перспективами рубля все-таки заложиться под реализацию самого главного риска даже не секторального это риск запрета доступа для зарубежных инвесторов и запрета возможности работать с российским суверенным долгом речь идет об российских облигациях облигациях федерального займа которые являются одним из основных источников до финансирования притока капитала с мировых зарубежных рынков если эти санкции будут установлены друзья то конечно же недофинансирование будет крайне очевидным тут же возникнет кризиса валютной ликвидности и скорее всего те резиденты точнее тени резиденты которые будут продолжать работать а с фазе поскольку ранее до вот этих ограничений санкций уже ими закупились всем спешно начнут из них выходить и поэтому общие проблемы экономически могут усилиться еще и стремительными темпами оттока капитала что касается других факторов влияния на рубль можем обязательно прокомментировать текущую ситуацию на рынке нефти в моменте бренд котируется на уровне 49 38 я признаться нахожусь в коротких позициях и в принципе открывал их давно комментировал свою активность и считаю что бренд просто обязан так же как и весь нефтяной рынок снизится с учетом тех рисков которые сейчас реализуются я имею ввиду продолжительные ограничения вероятность еще более жесткого ограничения и установление более серьезных локдаунов как ответ мировой экономики на усилившийся на риск именно коронавируса и если все-таки эти ограничения станут более серьезными более продолжительными то соответственно перспективы мирового экономического роста основа на будут ухудшены это впоследствии приведет к падению спроса на углеводороды и на одном из за последних брифингов я комментировал именно будущее нефти а с позиции таких апокалиптических сценариев того что бренд это будет и могут снова оказаться в районе нулевых или даже отрицательных значений безусловно вероятность этого ну крайне мало однако друзья если в 21 году мы действительно будем работать с точно таким же риском какого-то неизведанного штамма и неясности того как все-таки бороться с новой версии к вида ведь действующие вакцины могут оказаться против него неэффективными то в двадцать первом году мы попросту уйдем на второй круг всех экономических шоковых сценариев с которыми столкнулись в этом году на в двадцатом и при сравнении того как котировки нефти должны коррелировать с общей экономической ситуации конечно же понимаем что дальнейшие ограничения ограничения в транспортировке в туристической активности приведут к катастрофическому падению спроса на авиационное топливо спроса а в целом на нефтепродукты на нефть и это отразится на а котировках черного золота спровоцировав еще больше снижения и распродажи для нефти бренд на который ориентируется рубль конечно же такой сценарий это самое худшее что может произойти еще и на фоне вот этих рисков связанных с санкциями поэтому на мой взгляд друзья тот фон который сложился в моменте должен априори обращать наше внимание сейчас на то что пара доллар рубль это отличная спекулятивная возможность за оставшиеся дни этого года заработать примерно 5 процентов без плеча потому что при неизменности опять же этого фона доллар рубль реально может оказаться к 31 декабря друзья в районе 80 рублей за доллар если говорить про динамику европейской валюты против рубля то речь пойдет о котировках уже выше 95 96 или даже к ближе к юбилейной отметки в 100 рублей за 1 евро думаю что он на такие ориентиры стоит обратить внимание друзья если у вас есть альтернативная точка зрения либо вы считаете что рубль все-таки укрепиться каким-то чудесным образом обязательно пишите в комментариях я думаю будет интересно так ну и по а нашим традиционным инструментом вкратце друзья индекс доллара 9035 американская валюта локальная сейчас пользуется поддержкой на низко ликвидном рынке но мы получили то что хотели 900 миллиардов долларов до помер бюджетного стимулирования это достаточно чтобы мы с очень хорошим за отделом уходили на праздники друзья и с хорошим настроением вернулись уже к трейдингу в двадцать первом году потому что эту ликвидность начнут культивировать и отрабатывать и в конце концов через инфляционные риски и может быть впоследствии повышенной спроса на отдельные рисковые инструменты это приведет к тому что доллар будут дальше поджимать сегодня целый блок статистики в 16 30 по московскому времени личные доходы личные расходы заявки на пособие по безработице везде ждем слабых цифр и соответственно ожидаем еще большего пресса на индекс американской валюты я думаю что выше 91 50 друзья по индексу мы не уйдем если хотите можете дождаться какой-то локальной коррекции уже заходить шарты повыше евро против доллар 1 21 84 ждем выше уровня 1 23 сити в очередной раз пересмотрели свой прогноз теперь они ожидают 1 40 они 1 25 правда уже не до конца этого года а в рамках двадцать первого года по фунту 1 34 ждем развязки по брэкзиту вроде бы как сегодня друзья должно быть соглашение но не уверен то что в этот раз снова как бы выполнят обещание переговорщики потому что столько раз уже мы ориентировались на дедлайны и они не соблюдались но если соглашение будет друзья то сегодня мы получим ответ на вопрос а как дальше будут развиваться отношения англии с я сторонник жесткого брэкзита поэтому рекомендую фунта шарти доллар канадец 1 2891 цель 1 30 сохраняется сегодня 16 30 данные по темпам экономического роста канады ожидаем слабых цифр соответственно вкупе еще со снижением цен на нефть слабая статистика хорошая возможность побороться за сопротивление 1 30 буквально в считанные дни и на взяла не спортив доллара 070 50 цели 072 остаются актуальными друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока